Привет всем! Это видео записано в августе, просто это получился такой долгострой, так что не пугайтесь, пожалуйста, что я говорю, что у нас жара 30 градусов. Сейчас у нас совсем даже не жара, а у нас вот так. Привет всем! Блогер Николай Сакиркин, который на Яндекс.Дзен ведет блог Сакиркин Бэнд, передал мне вопросы, на которые он хочет, чтобы я ответил. Ответы будут опубликованы на его блоге, но мы решили и опубликовать их еще и здесь, в этом видео. Также я напоминаю, что вы можете подписаться на мой Телеграм-канал Инакамона, где много всего интересного, я, например, публикую там свои репортажи с поездок, исследований и так далее, так что много всего интересного. И также мы на пробу выкладываем это видео в ВК-видео и на случай, если вы не можете посмотреть видео на Ютубе, то можете зайти туда. Насколько тяжело было привыкать к новым условиям жизни и как родился выбор в пользу Японии? С выбором странно. Я думаю, что все началось в тот момент, когда я стала изучать японский. Это запустило всю ту цепочку событий, которые меня привело в Японию. Начала изучать в университете, в Латвийском университете и потом в какой-то момент встал вопрос о том, что мне бы нужно поехать на стажировку, поехать делать свое исследование, которое я не могу сделать в Латвии, потому что мне его надо делать в Японии. И я подала документы, решив, что я поеду на два года, сделаю исследование и вернусь обратно. Но получилось совсем иначе. Я приехала на два года, но меня уговорили подать документы в магистратуру, ну вернее в докторантуру, но в процессе я поняла, что я в качестве религиоведа полный ноль. Мне нужно сначала хотя бы в магистратуре отучиться, чтобы понять, как вообще делать исследование. И поэтому я провела сначала два года в магистратуре, потом уже три года в докторантуре. И до этого еще год, собственно, делала исследование. Получается, что после шести лет в Японии, в течение которых я успела родить ребенка здесь, мне уже проще было найти работу здесь, в Сандае, а не ехать обратно в Латвию, где у меня фактически никакой привязки не было. Так и получилось, что я осталась в Японии. Насчет того, насколько трудно было привыкнуть, ну опять же, я изучала Японию до этого, и это далеко не понял. Это не первый мой раз в Японии, я была в Японии уже два раза до этого, правда более краткосрочно, но тем не менее я плюс-минус представляла, что меня ждет. Поэтому привыкнуть именно к жизни в Японии сложно не было. Мне было сложно привыкнуть к жизни в одиночестве, потому что я приехала в Сандае в город, где у меня не было вообще никаких знакомых, никаких друзей, все были или в Токио, или вообще в Кансае. И мой муж остался в Латвии, и поэтому первый год мне приходилось жить в полном одиночестве и как-то снова обрастать друзьями, товарищами, знакомыми и так далее. Вот это было тяжело. Сама по себе я подозреваю, что если бы я уехала еще куда угодно, не только в Японию, в любую другую страну, было бы плюс-минус то же самое. К счастью, я знала язык, вот это сильно помогало. Ну вот, так получилось. А когда к тебе приехал муж? А муж ко мне приехал через сколько? Через полтора года ко мне приехал муж. И с тех пор стало жить значительно проще. В своем блоге вы писали, что ваш ребенок имеет некоторые проблемы со здоровьем. Как в Японии устроено воспитание и обучение детей, требующих особого внимания из-за здоровья? Сразу должна говорить, что мы можем говорить только о нашем случае. У нас есть два преимущества. Во-первых, проблемы нашей дочери не такие уж большие. У нас нет по-настоящему серьезных проблем с учебой, у нас нет по-настоящему серьезных проблем с поведением. Ребенок не гиперактивный, в принципе она тянет даже школьную программу, просто ей требуется помощь. Это во-первых. Во-вторых, есть территориальный фактор. Мы находимся в префектуре Мияги, которая в 2011 году очень сильно пострадала от цунами и землетрясения. Конечно, это нехорошо, но есть один положительный фактор. Очень много денег пришло в школы и вообще всяческие организации, которые помогают людям. Всячески, в том числе детям. И поэтому у нас здесь школы, скажем так, хорошо подготовлены для принятия детей с проблемами. Поэтому есть не только спецшколы, в которые на самом деле довольно трудно все-таки пробиться. Но и в обычных школах есть спецклассы, которые готовы принять детей с проблемами со здоровьем. То есть в этих спецклассах очень мало детей. У нас у ребенка сейчас, по-моему, то ли 8, то ли 9 человек всего в классе. И это дети из разных классов. То есть фактически по ее программе занимается еще кроме нее всего двое человек. То есть три человека всего. Как вы понимаете, это совсем другая обстановка. Плюс есть у нас в Нияге очень большое количество всяких day service. Это такие организации, учреждения, которые помогают детям с проблемами со здоровьем развиваться. То есть это место, куда ребенок может прийти после школы и ему там чему-нибудь научат, развлекут. В общем, с этим у нас никаких проблем нет. И у нас ребенок как раз находится в спецклассе, но надо сказать, у нас были некоторые проблемы с тем, чтобы ее туда устроить. Мы провели, вот сейчас она в пятом классе, и все учебное время мы проводили так, что она либо или туда попадала, или опять оттуда выпадала, в зависимости от ее успехов. То есть как только у нас все наваживалось, она выпадала оттуда. Это, конечно, было проблематично. Но в целом я считаю, что у нас, опять же, все устроено плюс-минус хорошо. Проблема в том, что я слышала, что ситуация, например, в том же Токио немножко другая. И там может так быть, что в вашей школе совсем не будет спецкласса, и что рядом с вами не будет дейс-сервиса, который готов принять вашего ребенка. Я вполне в это верю. Поэтому будьте готовы к тому, что если вы уедете куда-нибудь, например, в столицу, то ситуация будет другой. Но в целом я бы сказала, что тут стараются помочь, делают очень много. Ну, я сравниваю, опять же, с Латвией, намного больше, чем в Латвии. Но я не могу говорить насчет этого с большой уверенностью, потому что я не специалист по таким вещам. Я просто родитель ребенка. Не могу не спросить про мифы и стереотипы о японцах и Японии. Скажем так, топ наиболее раздражающих вас. Топ-3. Хорошо? Ну, это может быть и топ-10, топ-20, но я так часами могу разговаривать на эту тему. Поэтому топ-3. Первое – это любые утверждения, которые включают в себя фразу про менталитет. Потому что, ну, скажем так, в 99% случаев это полная фигня, чушь, бред, собачий. Обычно человек или высказывает что-то такое, что можно спокойно отнести просто к большинству человечества. Но почему-то в данном конкретном случае это относится исключительно к японцам. Например, знаете, японцы вам никогда не скажут, что они думают на самом деле. А кто скажет? Ну, это нормально для человека, не говорить то, что он думает, особенно если это что-то нехорошее, а вы с ним не очень близкие друзья. Или это что-то, что человек получил на основе опыта общения с полутора людьми, и теперь это распространяется просто на всех японцев. Там из разряда японцы всегда фотографируют свою еду, но не всегда, скажем так, или тому ещё подобное. Поэтому я очень не люблю, когда люди начинают говорить про менталитет. Вообще, я вообще не люблю слово менталитет, оно какое-то, не знаю, дурацкое и, честно говоря, немножко расистское. Окей. Вот. Это первое. Второе. Очень не люблю, когда, объясняя любую ситуацию, которая существует в Японии, любую вещь, которую японцы делают, начинают приплетать самураев. Я понимаю, что самурай – это очень завирусившийся образ, он тем более, что очень лестен для самих японцев. Японцы тоже любят к месту и не к месту упоминать самураев. Но, честно скажем, влияние самураев на японскую культуру, нормы общения и так далее, ну, очень-очень сильно преувеличено. Поэтому давайте просто оставим в стороне японцев, в стороне самураев и посмотрим на что-нибудь другое. В конце концов, если говорить исторически, то крестьянские порядки и тем более городская культура, те же там торговцы, купцы и так далее, повлияли на японскую культуру не меньше, в некоторых аспектах значительно больше, чем какие-то там самураи. Третье. То же самое, но применительно к дзену. Если я открываю комментарий какого-нибудь религиовета про Японию и я вижу, что первым, вот сразу же в первой строчке у нас фигурирует дзен-буддизм, я закрываю этот комментарий и не читаю его, потому что у меня бомбанёт. Потому что, если человек начинает свой разговор именно с дзен-буддизма о Японии, это значит, что человек фактически ничего не знает о японском буддизме. Да, конечно, дзен оказал своё влияние, но опять же, это самая завирусившаяся школа. Подавляющее большинство японцев практикуют не дзен-буддизм. У нас вообще-то на первом месте школа Джодо Шинщу, а потом уже всякие дзен-школы. Это во-первых. Во-вторых, дзен пришёл в Японию, ну, сравнительно поздно. Это было уже Камакура. До этого существовали те же эзотерические школы. И, к слову сказать, подавляющее большинство школ, которые сейчас существуют в Японии, вышли из тэнда-шу. А тэнда-шу – это никоим образом не дзен-буддизм. Соответственно, если вы хотите говорить о японском буддизме и не упоминайте при этом тэнда-шу, не упоминайте буддизм чистой земли, а просто чешете про дзен, то, ну, вы делаете очень большую ошибку и сразу показываете, что вы некомпетентны. Увы. Какие вопросы чаще всего задают японцы о Латвии? Ну, я не знаю, это к счастью или к несчастью, но японцы очень мало знают про Латвию. Поэтому мне проще. Я могу начинать разговор просто с нуля и рассказывать японцам о Латвии то, что я хочу, чтобы они о ней знали. Если люди знают про Латвию, то это не очень, ну, скажем так, не очень много. Обычно люди спрашивают, Латвия – это там, где очень холодно. И я могу согласиться, что да, Латвия – это там, где очень холодно. Иногда вспоминают Советский Союз. И здесь, опять же, я могу что-то поговорить про историю, могу сразу переключиться на то, что сейчас Латвия независимая страна, и рассказывать про Латвию. Но в целом, наверное, наверное, всё-таки мне очень повезло, потому что я могу говорить о своей стране, уже сразу зная, что у японцев не будет никаких стереотипов в голове. Если там и есть стереотипы, то они очень слабые. Даже те люди, которые ездили в Латвию и посмотрели на неё, как правило, не очень много знают о том, что такое жить в Латвии. Так что практически никаких вопросов о Латвии я не получаю. Мало того, что это очередной миф, но он для меня абсолютно загадочен, потому что я не представляю, как может настолько долго сохраняться миф, проверить который можно в один клик. Так, набрать «Ислам, Япония» и вот, пожалуйста, «Википедия», можно всё прекрасно почитать. Нет, конечно же, в Японии не запрещен въезд людям из мусульманских стран. В Японии много людей из мусульманских стран. В Японии очень много индонезийцев, много пакистанцев, бангладешцев. Из Ближнего Востока тоже людей очень много, из арабских стран. Так что нет. Да, кстати, ещё мечети в Японии есть. Их мало, но они есть. Коран не запрещен, его можно читать, можно купить. Вообще ничего касаемо ислама в Японии не запрещено, никаких особых правил нет. Пожалуйста, только не нужно верить в этот странный миф. Я не знаю, откуда он взялся. К чему нужно быть готовым тем, кто хотел бы уехать в Японию, жить или учиться? Нужно быть готовым к тому, что легко вам не будет. Даже если вам кажется, что Япония – это прекрасная страна, в которой лично вам будет шикарно, если вы всегда хотели уехать в Японию, всегда хотели тут поселиться, первое время вам будет очень тяжело. Но это нормально, потому что, когда вы переезжаете в другую страну, особенно в страну, с которой у вас очень мало связи было до этого, в которой у вас нету компании, друзей, товарищей, которые вас сразу могут принять, сразу могут устроить, это очень тяжело для психики. Поэтому, если вы переезжаете в Японию, я очень советую сразу найти какую-то компанию, каких-нибудь иностранцев, которые собираются, не обязательно из вашей именно страны, но тех, кто находится в такой же ситуации, как и вы, найти организации, группы поддержки тех, кто переезжает, иммигрантов, и тоже с ними как-то законтачиться. Даже если вам кажется, что вы прекрасно подготовлены, у вас прекрасные японские, и всё прекрасно, но какие-то вопросы у вас будут возникать, а ещё вы будете чувствовать себя одиноко. И вот такие вещи очень сильно помогают. Мне очень повезло, у меня сразу как-то вокруг организовался какой-то круг общения. Опять же, не ждите, что этот круг общения с вами навсегда останется, кто-то потом в процессе отвалится, но первое время у вас должны быть люди, которые вас будут поддерживать. Вот это самое важное. Всё остальное, я думаю, я не очень компетентна на этот счёт говорить, потому что, я думаю, меня сейчас слушают, смотрят огромное количество самых разных людей, и я не знаю, какие вещи у вас, вы считаете привычными, и насколько для вас пребывание в Японии будет комфортным или некомфортным. Мне было в целом очень комфортно, но опять же, я поселилась в Тахоку, в префектуре Мияги, и, как мне кажется, префектура Мияги в какой-то степени похожа на Латвию. Здесь очень похожий климат. Люди в целом ведут себя тоже похоже. Например, в Кансае мне было тяжелее. Поэтому мне здесь было легко. Но я знаю, что другие люди из Латвии значительно лучше себя чувствовали в других местах. Например, в том же Токио или где-нибудь там в Кансае даже. Поэтому это очень индивидуально. Но вот то, что вам будет одиноко, это точно. К чему нужно быть готовым мужчины, который берет замуж японку, или женщины, выходящие замуж за японца? Наверное, к тому, что, во-первых, человек, скорее всего, будет, конечно же, отличаться от вас. И вы столкнетесь с культурными различиями. Но при этом, пожалуйста, не полагайтесь на образ японца в вашей голове. Не надо распространять на своего партнера потенциального или уже состоявшегося те стереотипы, которые у вас засели в голове. Старайтесь работать с человеком, а не с народом или с культурой. Работайте с человеком, спрашивайте, как у тебя принято. Вот смотри, я делаю так, мне удобнее вот так. Как тебе удобнее? Разговаривайте. Потому что жить вы будете с этим человеком. И, соответственно, все проблемы, которые вы будете разбирать, вы тоже будете разбирать с этим человеком. Если уж приплетать некую общность людей, то приплетайте семью. В моей семье принято вот так. Как принято в твоей семье? Это плюс-минус конструктивно. Потому что если вы откуда-то и получите какую-то поддержку или дополнительные проблемы, то это семья. И основываться же просто на каких-то стереотипах, общих фразах, которые вы начитались в интернете, или которые вы услышали от какого-нибудь блогера в интернете, это самое страшное, что вы можете сделать. Не тащите народ в свою постель и в свой дом. Разбирайтесь внутри своего дома, внутри своей семьи. Это мой совет. У азиатов популярна западная эстетика. Американская культура оказала влияние на тот же кинематограф Японии. Насколько популярна европейская и американская в современной Японии? Я могу сравнивать с Латвией. Во-первых, конечно, начнем с того, что Голливуд популярен по всей земле. Поэтому, конечно, в Японии тоже смотрят голливудские фильмы. И в большинстве своем то, что сейчас гремит по всему миру, то, конечно же, оно гремит и в Японии. Это касается фильмов, это касается музыки, это касается книг. Поэтому не нужно удивляться, если японцы говорят, что их любимый режиссер это какой-нибудь там Нолан. Их любимая певица Билли Айлиш или Эд Широн. А выросли они на Гарри Поттере. Это вполне нормально. Но если сравнивать опять же с Латвией, то я бы сказала, что у японцев больше, ну как-то японцы более знакомы с американской культурой, чем с европейской, чем в Латвии. Потому что, например, какие-то, опять же, когда мы говорим о музыке, люди очень хорошо знают американскую попсу, но могут не знать попсу европейскую, даже ту же самую англоязычную. Люди могут, опять же, в Голливуде все разбираются великолепно, но я встречала немало людей, которые никогда в жизни не смотрели, например, английские фильмы, британские сериалы и так далее. Никогда фактически не смотрели то же самое французское кино. И да, вот этот момент есть. Он же наблюдается и в повседневной жизни. То есть, например, здесь есть очень много всяких продуктов, которые пришли непосредственно из США. То есть, ну, вот то, что сейчас первое приходит на ум, это, конечно, арахисовое масло, которое я впервые попробовала в Японии, в Латвии. Я его никогда не пробовала, вообще понятия не имела, какой оно на вкус. Приехала в Японию, а тут оно есть. Так что, да, ближе немного, ну, как-то ближе, наверное, все-таки к американской культуре. А вот европейскую, ну, те, кто прошарен, те, кто вот конкретно направлены именно на европейскую культуру, да, они знают. Но просто ходить по молодежи, там, интересоваться, ну, нет. Как правило, молодежь больше американскую культуру знают. К русским японцы относятся как к европейцам? Да, однозначно. Ну, если имеется в виду русские, которые похожи внешне на европейцев, потому что, если это россияне, и они, соответственно, выглядят как азиаты, то есть, например, если это буряты, якуты, то, ну, их могут принять, там, за китайцев, например. Ну, в целом, ну, да, вполне. Что вас больше всего раздражает в Японии и японцах? Ну, опять же, если... Есть одна вещь, которая здесь принята, и которая меня раздражает. Это... Так, как бы это высказать, как бы выразить. То, что здесь бардак очень сильно отличается от того, как он проявляется в Латвии. Особенно это касается бюрократической сферы. Я в Латвии привыкла к тому, что если тебе говорят, что ты должен что-то сделать, принести какую-нибудь бумажку и так далее, то вот ты должен её 100% принести. И её получить несложно. То есть, ты просто идёшь, получаешь её, а если ты её не можешь получить, то это какой-нибудь уже форс-мажор, что-то вот пошло не так. Здесь, в принципе, я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда от меня что-нибудь требуют. Я с ужасом понимаю, что я не могу это предоставить. И в конце концов ситуация разрешается тем, что у меня просто говорят, ай, ну и не надо. И вот каждый раз ты думаешь, оно опять вот так пройдёт, или на этот раз всё-таки что-то потребуется, всё-таки что-то я сделала не так. Это меня сильно нервирует. И я понимаю, почему так происходит, потому что я иностранка, и я как раз упираюсь в бомб такие вещи, которые у японцев 100% должны быть, а у меня их нет. Но из-за того, что Япония до сих пор как-то не очень сильно подготовлена к наличию в ней иностранцев, что тоже, кстати, очень сильно бесит, вот эти вопросы не разработаны. То есть, например, что делать, если вы берёте человека на работу, и те вещи, какие-то вещи, которые вы всегда требуете у иностранцев, у японцев, у этого конкретного иностранца просто нет, никогда не было. Вот что делать? И всё это решается в каком-то ручном режиме. То есть, фактически, нужно сделать очень много телодвижений просто для того, чтобы решить, что тебе делать с этой одной бумагой. Нигде не прописано, что вообще нужно делать в таких случаях. Это действительно раздражает. Это, наверное, самая большая вещь, которая меня раздражает в Японии. Всё остальное, со всем остальным, что я здесь встречалась, с этим можно жить. Это не проблема, но вот это да, это проблематично. Что вас больше всего восхищает в Японии и японцах? Больше всего восхищает? Ну, в первую очередь, меня восхищает то, что в Японии есть культура, которая по-настоящему древняя и очень известная по всему миру. Ты работаешь с чем-то, что тебе не нужно объяснять каждую секунду. То есть, все знают хоть что-нибудь. Поэтому, за что бы ты ни схватился, это уже достаточно исследовано. На этот счёт есть что-то, есть какие-то работы. Вот это очень вдохновляет. Это делает мою работу, как исследователя, значительно-значительно проще. Хотя, наоборот, когда ты упираешься во что-то, задаёшь вопрос, и ты видишь, что никто до тебя этим не занимался, то это просто кайф. Это кайф, потому что ты понимаешь, что вот, это же какое-то открытие. Это реально может быть открытие, никто этим никогда не занимался, и тут вдруг я была, я первая. Это очень круто. Ещё меня восхищает то, что в Японии в целом достаточно безопасно. Безопасно путешествовать, безопасно ходить по улицам. Это очень подкупает. И какой-то уровень, я не знаю, доброжелательности, наверное, всё-таки повыше, чем в Латвии, тебе, в принципе, готовы помочь. Это вдохновляет как-то. К тебе по умолчанию расположены, и расположены позитивно. Вот это мне нравится. Это восхищает. На этом всё. Очень извиняюсь, у нас тут температура за 30, поэтому я обтекаю потом, и фактически просто поглощаю литрами воду в процессе записи прямо. Если у вас ещё возникают какие-то вопросы, вы можете написать их в комментариях, вы можете задать их где хотите. Напоминаю, что обязательно подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал и на Камону. Там всегда новые обновления, там интересно. Ну и если вдруг что, если возникают какие-то вопросы, буду всегда рада на них ответить. Пока-пока.